Я надеюсь, что население Казахстана прекрасно знает о трёх степенях террористической опасности. Эта практика принята во многих государствах, поэтому то, что была введена первая, жёлтая степень террористической опасности, это было связано с тем, что были реальные угрозы террористические, были реальные выходки террористов. Поэтому руководитель антитеррористического центра республики Казахстан по должности председателя комитета национальной безопасности в своё время ввёл эту степень террористической угрозы. И за это время уже и население начало чувствовать деятельность со стороны правоохранительных органов, специальных органов. И само население внутренне должно быть готово к этим явлениям и быть бдительными, и принимать со своей стороны меры недопущения террористических актов. Уровень террористической опасности был снят, вернее он будет снят 16 января текущего года. Он был связан с тем, что основная работа по ликвидации, по предупреждению террористических актов на территории Казахстана, основная работа выполнена. Но тем не менее, работа специальных органов, работа правоохранительных органов и других структур, привозванных бороться с террористическими угрозами, она продолжается. Но не надо создавать среди населения такой ажиотаж о том, что угроза продолжается, ведь идёт плановая работа со стороны правоохранительных органов. Единственное, что нужно населению, быть бдительным, надо смотреть на вещи, какие-то оставленные без присмотра, на подозрительных лиц, которые носят какие-то устройства переносимые и так дальше. А так, население должно знать, что правоохранительная система работает, и нет необходимости больше держать уровень террористической угрозы. Надо создать спокойную обстановку для населения. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует...